Садовая 39, село Тосей. Здесь в последние годы своей жизни Забайкальский, или как он себя по-другому называл русский поэт Михаил Вишняков, предпочитал проводить время. Вдали от цивилизации, в тихом и спокойном месте у своего друга Вячеслава Вьюнова. Вместе они работали на покосе, ходили в тайгу. Сегодня, даже спустя десятки лет, друг поэта хорошо помнит тот день, как состоялось их знакомство с Михаилом Евсеевичем. В 1969 году Михаил Вишняков работал в газете «Комсомолец за Байкалье», а Вячеслав Янов принес в редакцию свое первое стихотворение. В нем было много недочетов, вспоминает сегодня Вячеслав Александрович. Но Вишняков, выбрав самые лучшие из него строки, отдал произведение в печать. Вот тогда-то и началась дружба, которая продолжалась много лет. Большой человек в круглых, в круглых немодных очках, с увеличительными стеклами, глыба, рыжий, веснущитый, такой очень добродушный, большие ладони, первое впечатление было. Какая-то концентрация силы, доброты. Чем может он и притянул меня к себе в тот первый день. Каждое лето Михаил Вишняков с друзьями приезжали на Тосей, где внимательно читали стихи начинающих литераторов. Если в сборнике находилось хотя бы одно достойное стихотворение, весь сборник оставляли в живых. Обреченные же книги складывали в отдельную стопку и торжественно разрубали топором на чурке, а несчастные останки сжигали. За это стыдно должно быть. И стыдно на самом деле. Но здесь есть оправдание. Эти книги уничтожались не по идеологическим причинам, не по политическим, не по религиозным, а по мере приближения по литературным достоинствам. То есть если это не литература, если это, ну, слава Богу, мы могли, умеем отличать, что такое литература и что такое не литература. Если это графомания чистой воды, то вот это оправдание единственное. В 2005 году было выпущено два тома произведения Вишнякова, тиражом 3000 экземпляров. Стихи и поэмы на вечные темы о любви, дружбе, забайкальской природе. Просто о жизни. Как и у любого поэта, есть стихи глубокие, которые переживут, имеют долгую жизнь. Есть стихи на какой-то эпизод, на время, на злобу дня. Как и у всех, говорю, есть стихи многоплановые. Михаил Вишняков стал автором 14 поэтических сборников и двух книг прозы. Его произведения опубликовались в ведущих российских журналах, а стихи переведены на многие языки мира. В течение 20 лет поэт перекладывал на современный литературный язык древнее слово о полку Игореве. Его перевод оценил сам академик Дмитрий Лихачев. А самым любимым временем года для Михаила Евсеевича была осень. В это время к нему приходило особое вдохновение. Сеет вечность, как сито осеннее, Блески иния и серебрец, Светлорусов берез парусения И даурской боярки багрец. Анастасия Удовиченко, Надежда Добрецкая, Сергей Личков. Время новостей. Добавля cheer.